Разрушенные жилые дома, школы, учреждения культуры, предприятия. В результате ожесточенных боев в Северодонецке и Луганской области от города практически ничего не осталось. Но несмотря на жуткие кадры и запах смерти, здесь живут люди. Рядом истощенные домашние животные и полчища мух, от укуса которых зудит кожа. Вот смотрите, вот тоже один из вариантов быта домашнего. Вот так вот мы готовим, кушаем, прячемся тут же в подвалах рядом. А что сегодня на ужин у вас? А сегодня у нас на ужин манная каша. Хотите, угостим. Хотелось свободы. Хотелось выйти сюда, просто выйти на воздух, увидеть солнце, увидеть ту траву зеленую, увидеть тот цветочек, который расцвел. Освобождение жители Северодонецка ждали долгие 8 лет. У мужа Екатерины Скрипниченко не выдержало сердце. Его похоронили здесь же, во дворе. Очень обидно и досада, что два часа не дождался освобождения. Чтобы выжить, многие бросали свое жилье и уезжали. Но кто-то остался. Анна – волонтер, она помогает горожанам. Развозит нуждающимся продукты. Как и все, ночует в подвале. Я не смогла покинуть свой город. Я его люблю. Я буду его восстанавливать. Для жителей Луганской республики, которые, как Екатерина и Анна, восстанавливают свой разрушенный мир, предназначена помощь депутата Государственной думы Александра Прокопьева. Вернее, это помощь детям республики, которые 8 лет живут под огнем националистов. Первая встреча депутата с главой республики Леонидом Пасечником. Следующая – с преподавателями и студентами Луганского колледжа информационных технологий и бизнеса. Им депутат вручил 10 компьютеров и специальную мебель. Здесь готовят мастеров по обработке цифровой информации и техников по компьютерным системам. Старое оборудование соответствовало не всем требованиям программы обучения. Когда уже доходило до чего-то более трудного, 3D-моделирование, компьютеры не выдерживали. Конечно, можно было постараться, но это было невыносимо. Число студентов по информационному направлению в этом году в разы больше. Среди абитуриентов – выпускники школ освобожденных территорий. Если недавно это была одна группа, то на данный момент это уже три группы первого курса. Мы, наоборот, ждем и приветствуем, когда к нам идут дети, особенно в направлении наших информационных технологий. Специалисты IT на рынке труда региона востребованы. Будущее за цифровизацией. На современную молодежь в Луганской Народной Республике возлагают большие надежды. Молодому поколению Луганской Народной Республики предстоит воссоздать все, что здесь было разрушено. И, наверное, даже правильно будет сказать, не воссоздать, а создать новую действительность. И я считаю, что этому процессу должно быть подчиненный учебный, образовательный, в том числе воспитательный процесс. И вот сегодня мы привезли в колледж компьютеры, новые, достаточно современные. И я надеюсь, что они не только позволят еще лучше осваивать информационные технологии, но и свободное от занятий время помогут ребятам улучшать свои навыки в такой новой, современной, интересной дисциплине, как киберспорт. Многие студенты играми увлекаются, но это больше любительский уровень. Мы раньше играли, у нас было соревнование по КС-ПКС-6. Ну, вот свободное время тренироваться. Ну да. Сейчас с получением нового оборудования в колледже намерены создать свою первую в ЛНР киберспортивную команду, вывести ее на профессиональный уровень и ковать победы на фронтах виртуальных и уже без реальных потерь. Евгений Плохотин, Алексей Фризин. День с толком. Из Луганской Народной Республики.